Всем привет! Зима подержала-подержала и отступила. И из морозной погоды мы снова вернулись в осень. И из первого льда мы перешли обратно на открытую воду. Снова джиг, снова ловля классических наших трофеев и новые точки, что самое главное и самое интересное. Поколесили по водоемам, посмотрели где открытая вода, где закраины, где еще ледок стоит на мутах. По открытым местам половили. В первый день рыбалка была интересной, но не очень продуктивной. Были какие-то яркие моменты, были моменты интересные, но реализация была очень низкой. Практически ничего поймать не удалось. Также опять атаковал лещ, и в этот раз он клевал с таким ударом, что голавль по сравнению с этим, это просто маленький хулиган. Бил просто с тем самым ударом, который называют отдай палку. Причем бил именно телом, бил головой. На рефлексе мы это все подсекали, думая, что ты хищник, но это оказывались лещи. Причем лещи очень крупные, по 2-3 килограмма примерно в таком весе, но ни одного из них мы не достали. Ну, на счастье лещей, конечно. А вот второй день оказался более продуктивным. Я, к сожалению, снова выполнял больше роль ассистента и оператора, а вот товарищ с одной точки, не меняя ее, причем с квадратом 2 на 2 метра, смог выловить 3 неплохих таких зачетных щучки. Сработал китайский твистер за 3 рубля, хотя все фирменные японские приманки, не только японские, рыба игнорировала. А вот на такой твистерок, на китайский, ярко такого желто-лимонного цвета, поплевки были. И только с одного квадрата. Вот такая вот рыбалка вышла, закрытие сезона, туманное утро, туманный день, а вечером снег, дождик и снова морозы. Пару дней и снова на лед. А сейчас давайте посмотрим несколько интересных таких коротких моментов, которые удалось заснять на наших завершающих рыбалках этого сезона. Конец ноября, был лед, дорастал месяц со снегом, и с зимой мы снова вернулись в осень. Плевает дождик, пойдем, дождик плевает, антураж такой обычный, осенний, не считая льда на яме. А лед был хороший, за пару дней весь согнала. Пара сходов, пара поклевок. Товарищ что-то хорошее упустил. Ошибка вываживания, дал слабину и все. И скорее всего это был судак, и он ушел в корягу. Только без рывков тащи, что-то хорошее. Слабину, да, не давай, это что-то хорошее вообще. Это что-то очень хорошее. А, в коряге он слабину едет. Давай я попробую ее достать. Тащи, тащи. Андрюх, попробуй ты. Хорошая рыба-то была. Да, ну, это уже зацепно. Попробуй обойди здесь корягу, она может выйдет. Она не размотает. По сопротивлению даже похоже было на судака. Или сом вообще. Ты ее видишь? Ну, видишь, конечно. Все, в корягу завела. Ты вот это неправильно вываживал. Да, ну, заранее ерунду. Не выйдет, да, уже? Ее нету там уже. Нету? Есть, есть. Или нету? Палку не сломай только. Нету? Нету? Вот так вот. Все. Ошибка вываживания, трофей упущен. А трофей хороший был. Неплохая рыба была. Сейчас сидит ее. Сидит, да? Да, я попробую, Андрюх. А как ты попробуй что-то делаешь? Унылая пора. А чей очарование? Можно ли применить сегодня данные строки к этой погоде? Я думаю, что отчасти да. Потому что поклевки есть. Река растаяла. На джиг можно продолжать ловить. Но я хотел льда. С утра мы сначала поехали ловить на жерлице, на лед. Приехали на водоем. Лед также 5-6 сантиметров, как и был. Но на нем еще сантиметров, наверное, 6-7 воды. Встал я на лед и пухнул по коленку. На этом, в принципе, и закончилась наша лебалка. Нажарится. И вот волевым решением решили ехать. Ловить на джиг. Поклевки были. Одну я слил неплохую. И так еще пару поклевочек. Ищем. Вот такие вот места. Снова коряжники. Сейчас посмотрим, что там у Андрея. Ну что, а как с глубиной? Мелко тоже, да? Летом здесь надо сплавом жерех ловить. С глубиной. Это рыба, рыба. Рыба, 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 рыба. Это лещ, лещ. Он боком идет просто, поэтому так... Видишь, видишь? Это лещ, это очень хороший лещ. Да-да-да, не торопись. У нас сегодня тут лещ на джиг клюет. Опа. Сход? Да. Все. Ну, хороший был. Двуха, наверное. Все эти, как обычно. Сейчас кошкой достанем. Все, закинуть ты будешь? Прямо за палку за эту кидай. Там. Тащишь, да? Да, я тащу. Кошку-то не оторвет. Походу нормально они там ее поставили. Сетка идет, да? Тут поклевок и нету. Соскочила. Вон я ее видел. Вон она, сетка распрямляется. Сетка, да? Ага. Нету? Есть. Есть. Она там, походу, на коряках намотала ее. Надо ее доставать. Тем более, если она старая. Там рыба в ней натухнет за землю. Знаешь сколько? Блин, не рвуй ее. Леска рвется здесь. Вон кусок есть. Свежая, смотри, не старая. Капроновая. Вот приманку достал. А, мой твистер. Спас вы отводной, да. Нет, свеженькая сетюшка-то. Капроновая. А я вон порвал ее все. Там еще кусок, значит. Сжечь ее. Да, сейчас райхер зажгет. А вон бутылку сейчас подожгем. Стая пискаря прямо подо льдом стоят. Вон поплыли. Очень мелко здесь вот. Отдохлых, смотри, сколько здесь мелких пискарей. Надавили, наверное. Кто там? Жаба такая же. Смотри, все на... Китайский твистер все эти. Да, и только на одну приманку. Больше не на счет. На китайский твистер. Рубит. Короче, я сегодня куплю все китайские твистеры. А это, смотри, прям с хорошим ударом. И заглотил. Да, это и покрупнее роль, да? Да такая же она, типа, примерно. Нет, это побольше, мне кажется. Это уже, наверное, под полторашник. Ну, покажи, покажи в камеру. О, какая. Ну, да, смотри, и пузо опять тоже полное, да? И пузо прям густерой или чем-то забито. Третье? Третье, да. И только на одну приманку. Китайский твистер. Ну, это открой, я почти посмотрю. Да нафиг, кусь мед. Да не кусь мед. Да нафиг. Вон оно, вон. А, во, во, показывает, показывает, да. Ага. Вот такой вот твистер, да, за 3 рубля. Вот так вот.